Здравствуйте! Вы смотрите программу Саратов Сегодня в студии Екатерина Игнатьева и смотрите выпуски. Первый летальный исход. В Саратове от гриппа скончался мужчина. Одной ногой у соседей. Энгельские сироты жалуются на хлипкий дом, который они получили от государства. Протест вместо проезда. По стране прошли волнения пенсионеров, что ожидается в Саратове из-за введения новых льготных билетов. Тему дня в нашей студии раскроет общественница Наталья Королькова. Тревога на домофон. Предупреждать АЧС планируют с помощью беспроводной системы оповещения. Информагентство Саратова распространили данные о том, что в области первый человек скончался от последствий свиного гриппа. По сведениям СМИ штамм H1N1 подкосил сотрудника следственного управления. Всего в регионе на сегодняшний день эта разновидность гриппа подтверждена у 54-х человек. Правда, эти данные региональный министр здравоохранения озвучить не смогла. Жанна Никулина отправилась в медицинские учреждения Саратова, чтобы посмотреть, как организована работа с заболевшими. Очередей в поликлинике номер 3 глава ведомства не обнаружила и заверила, что ситуация под контролем. Правда, точные цифры заболевших свиным гриппом Жанна Никулина привести не смогла. Пояснив, что медучреждениям не важно, какая разновидность гриппа у пациента. Температурящих больных начинают лечить еще до получения результатов экспертизы. Министр рассказала, что у скончавшегося сотрудника следственного управления штамм H1N1 пока не подтвержден. Есть случаи летального исхода, но мы должны увидеть подтверждение методом полимеразно-цепной реакции, чтобы сказать, идентифицировать вирус. В списке тяжелых больных с последствиями гриппа и ОРВИ сейчас находятся 6 пациентов региона. Напомню, в связи с эпидемией было принято решение закрыть на карантин все школы Саратова, Энгельса и Балашова. На сегодняшний день уроки отменены в двух штах общеобразовательных усередениях области. Кроме того, приостановлены занятия в 16 профессиональных образовательных организациях Саратова и Энгельса и в 9 детских садах. Гость по неволе. В одном из домов Энгельса ребенок чуть не провалился к соседям, пробив ногой пол. Несмотря на то, что здание сдали в эксплуатацию всего три года назад, оно уже трещит по швам. Причем страдает от собственных квартир самый незащищенный слой населения – дети-сироты. Именно их, согласно жеребьевке, и заселили в этот дом. После инцидента с провалившимся полом на место выезжала специальная комиссия. Продолжение истории в нашем следующем репортаже. Домик красивый, с полянкой. И вот как с ней, я не знаю, как со вторым ребенком сейчас жить вообще. Мечты о своих квадратных метрах буквально рушатся под ногами. Эту квартиру Анастасия Кичко получила от государства, как сирота. Но заехав сюда, с мужем и маленькой дочкой выяснилось, что дом буквально рассыпается. Когда выпустилась, я ждала 7 лет. Пока не начала писать президенту, мне кое-как выдали эту квартиру спустя 7 лет. Дождались. В 2013 году получили. Заселилась я в мае 2015-го. И буквально за 8 месяцев у меня начало все рушиться. Плиты, ЦСП, никакого бетона, все дерево. Все в любой момент просто. Мы живем, как на пороховой бочке. Главная опасность – просто провалиться к соседям. Дом, сданный в конце 2012 года, трещит по швам. Под линолеумом вместо бетонных плит простые цементно-стружечные плиты и огромные пустоты. Дырка была открытая. Ребенок пяткой провалился. Пена, просто кусок пены. Это как бы может, чтобы пустоты не было. Пластмассовая бутылка валяется. Видите? Это все я затыкала вещами. Как это назвать? Где заделаны пеной, и там пустота. Как это назвать? Не находят слова и соседи. Во всех квартирах одна и та же история. Трещины на стенах, падающие перегородки и шатающиеся окна. В сильный мороз сплинтуса покрываются наледью, а полы расходятся под ногами. Есть ребенок, и он туда прыгнул и чуть ногу не сломал. Прям провалился. Вот сейчас тут вот такая вот дыра. А, естественно, там, под этой вот диспешкой, просто утеплительный. Весь этот дом строился специально для выдачи квартир-сиротам. Отсюда и явная экономия застройщика на материалах и скорость его возведения, считают местные жители. Этот дом построился меньше, чем за полгода, что ли. Ну, где-то за полгода он построился, сказали, очень быстро. Его не успели отремонтировать, все быстренько сделали и выдали сиротам. Дом даже не простоял. Всегда же новый дом должен простоять, чтобы посмотреть, как стоит, чего и где, и как. Как они с какими закрытыми глазами построили дом? Ой, не знаю. И нам вставали. Принимались жилые помещения, принимались жилые помещения, то есть как бы сами конструкции, они не обследовались. Значит, по поводу гарантии, значит, на данные жилые помещения действует гарантия. Все жилые помещения в этом доме были переданы в государственную собственность в декабре 2012 года. По условиям контракта пять лет у нас гарантийные обязательства. В Министерстве строительства ЖКХ заверили, что уже в ближайшие дни застройщик исправит все свои грехи. Но жители не верят, что эти меры продлят срок жизни их дома. Между тем, у них осталось всего два года, чтобы за счет застройщика заделать пол и потолок. После окончания гарантийного срока все эти проблемы сиротам нужно будет решать самим. Эллада Тагеева, Денис Титаренко, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Льготники требуют возврата безлимитного проезда. Тысячи пенсионеров в стране вышли на улицы. Одни, чтобы принять участие в акции протеста, другие, чтобы добыть заветный билет. Почему саратовских льготников не устраивают новые проездные и можно ли будет отстоять возврат прежней системы, узнаете сразу после выпуска новостей. В эти минуты к нам в студию пришла общественница, которая не раз отстаивала интересы пенсионеров. Наталья Корольхова расскажет, с какими просьбами обращаются к ней сейчас и сможет ли она помочь решить глобальную проблему. Смотрите программу «Прямая речь» сразу после выпуска новостей. А пока к другим темам. Тяжелые последствия на сотни миллионов. В Саратовской области подсчитали сумму ущерба от пожаров за минувший год. Неутешительные цифры озвучили сегодня на региональном сборе по итогам деятельности спасательных подразделений. Между тем, сотрудники МЧС предложили свои способы улучшения этой статистики. В частности, речь шла о том, что необходимо перевооружить профильные службы. Продолжит Елена Петрова. В правительстве области подвели итоги работы региональной службы МЧС. Перед началом официальной части участники совещания осмотрели выставку оборудования, которое сегодня используют региональные спасатели. Население ветра до 30 метров в секунду точка. Просьба воздержаться от дальних поездок. Эта новинка еще только поступает на вооружение. Комплексная система мониторинга и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях за 30 секунд передаст информацию для нескольких тысяч человек. Данные о наводнении, утечке вредных веществ и любом другом ЧП могут транслироваться на телефон, информационное табло и даже на домофоны. А главная передача идет по беспроводной связи, что делает систему более надежной. Преимущество данной системы по сравнению с другими является то, что она работает по радиоканалу. И сам по себе радиоканал – это та передача информации, которая позволяет при любых нарушениях, разрушениях в городе, в отличие от проводной системы передачи, позволяет уверенно и точечно, адресно доставить информацию. В этом году региональное управление МЧС получило собственные квадрокоптеры. До этого пользовались теми, которые брали в аренду. Все представленные технические новинки впечатлили региональных чиновников настолько, что они заявили о готовности найти дополнительное финансирование, которое позволит лучше вооружить саратовских спасателей. У нас есть на это финансирование, да, может быть, в недостаточном объеме, но мы посмотрели, сейчас саккумулируем по всем направлениям, по всем министерствам. И я думаю, что мы найдем средства и будем потихоньку оснащать. Ну а итоги работы службы за прошлый год подвели на совещание. Здесь рассказали о пожарах, их произошло свыше 2000, и о чрезвычайных ситуациях, которых было 7. Этот год намерены посвятить отработке навыков. В мае на территории области пройдут масштабные тактические учения. Майские учения будут проходить в основном в городе Балаково. В этом году будет дано две вводные, это на Саратовскую ГЭС и на железнодорожные станции. Ну и будет город Маркс, естественно, будет город Саратов задействован, Саратовский НПЗ и взрыв газа в жилом доме. В этом году усилия службы будут сосредоточены на совершенствовании системы антикризисного управления. Также планируют несколько раз проверить готовность системы оповещения населения. Елена Петрова, Александр Бачков, Саратов-24. Ну а прямо сейчас на связь выходит наш корреспондент Денис Титаренко. Он расскажет о происшествиях, случившихся на территории Саратовской области за минувшие сутки. Денис, здравствуйте и вам слово. Здравствуйте, Екатерина. Начнем с аварии, которая произошла на улице Чернышевского. Там, недалеко от горпарка, столкнулись Subaru Forester и ВАЗ-2114. Из-за столкновения движение было затруднено. Оба водителя пострадали, но от госпитализации отказались. Сейчас выясняется, что стало причиной столь серьезного столкновения. И о пожарах. В Балаковой сегодня ночью в огне погиб 40-летний мужчина. Возгорание произошло в квартире на 9 этаже по улице Харьковская. Площадь пожара стояла 18 квадратных метров. В Саратове сегодня ночью произошло сразу 4 пожара. Сначала вспыхнул заброшенный дом на перекрестке 2-й садовой Астраханской. Жители соседних домов выдвигают версию поджога. К счастью, в огне никто не пострадал. Похоже, возгорание произошло также на перекрестке Рабочий и Хальзунова. Там загорелся частный дом. Прибывшие на место пожарной эвакуировали из дома пожилые женщины и потушили огонь. Один из очевидцев сообщил, что видел, как кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью во двор дома и убежал. Поступил минувшей ночью вызов из улицы Мичурина. Там загорелось крыльцо двухэтажного дома. Жителей пришлось эвакуировать с помощью пожарной лестницы. Одна из женщин надышала седким дымом. Ее с места ЧП отправили в больницу. Еще один пожар случился на втором Камышинском проезде. Там загорелся двухквартирный дом. Пострадавших нет. Всего за прошедшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 13 возгораний. Из них 4 в Саратове. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Екатерина, вам слово. Спасибо, Денис. А я напомню, наша съемочная группа находится в центре управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области. И это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за сутки. Коммунальный беспредел. Жители дома в самом центре города вынуждены спасать свои квартиры от потопа. Дело в том, что ливневая труба протекает, а ремонт, который делают коммунальщики, не выдерживает никакой критики. За помощью жители обратились в нашу редакцию. История в деталях в репортаже корреспондента Полины Попенец. Это было 8-го числа. Я пришел к стене вот так вот, касаюсь, а по ней прям вода бежит. Прям ручьем. Только за последние три недели Павел Круглов пережил более трех потопов. После очередного наводнения на потолки и стены страшно смотреть. Обои отклеиваются, а под ними видны многочисленные очаги грибка. Непригодное состояние кровли и протечка ливневой трубы – главные тому причины. Сейчас мы поднимемся на чердак, я вам покажу саму трубу, состояние вообще чердака, что там, как там, мусор, ну, как будто там бомжи живут. Вот смотрите, тут даже видно, вода еще немножко подтекает из-под резинки, из-под их него хомута. Вот чопик, он тоже, из-под него вода сочится немножечко. Вот целлофановый пакет, в котором приехала аварийка и закрывала все это дело. Порыв трубы и мастерскую работу коммунальщиков Павел запечатлел на камеру своего телефона. На кадрах видно, что вода продолжает течь, несмотря на заделанную целлофаном дыру. По словам жителей, коммунальщиков приходится подолгу упрашивать, чтобы приехали, помогли. А когда все же приезжают, выполняют свою работу некачественно. Соседка по подъезду Ольга Петрова также оказалась в трудной ситуации. Справляться с коммунальной бедой ей тяжело еще и из-за перенесенного инсульта. На свои обращения и бесчисленные заявления в управляющую компанию женщина получает лишь обещание. Я уже устала к нему обращаться. Это каждый месяц, хоть коде и толку никакого. Вот в понедельник пошла, хорошо придет, не в понедельник, в пятницу. С утра пришла к нему, еле дошла, на ходунках, в кадушку не могу, на ходунках пошла. Еле дошла, сидит Агапкин, сидит второй инженер. Хорошо, в понедельник придем. В понедельник не пришли. А ведь управляющая компания обязана не только делать качественный ремонт с первого раза, но и следить за состоянием кровли круглый год. Собственники квартиры за это платят каждый месяц. Ответ на вопрос, почему не выполняют своих обязательств, мы пытаемся получить вместе с жителями. Но в ТСЖ-5 нам были, мягко сказать, не рады. Так, выйдите из служебного помещения. Служебное помещение, говорю, выйдите из. Директора на месте не оказалось, а его представитель прокомментировать ситуацию согласился лишь после долгих препирательств и споров. Ответственность за дом на улице рабочая Сергей Любимов признал. Но конкретного ответа на вопрос, почему бездействует, мы так и не услышали. Говорит, ливневую трубу чинили совсем недавно. И о том, что течь возобновилась, он не знал. Но в очередной раз пообещал исправить ситуацию. То есть вы пойдете сейчас на крышу и будете делать? Мы сейчас уйдем. Начну с тех этажа. А когда она? Прямо сейчас? Ну как же. Ну как вы перестанете затруднять нашу работу, так сразу и начнем. Он блестяще уходил от ответа, менял тему. А по сути, на вопрос он только мне не ответил. Вы сами все слышали. После нашего ухода инженеры на крышу все же пошли. Но дыру в трубе не починили. По словам жильцов, лишь немного расчистили снег на крыше. Уставшие обивать порог своей управляющей компанией, теперь люди намерены обращаться в прокуратуру. Ведь как только столбик термометра поднимется до нуля градусов, им вновь придется спасаться от потопа. Полина Попенец, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Мы будем следить за развитием событий. А если вам нужна помощь нашего телеканала, звоните по телефону 705-755. Съемочная группа рубрики «Дежурный репортер» приедет на вызов. А сейчас к другим темам. Компромисса пока не достигли. Саратовские КВНщики встретились с министром молодежной политики, спорта и туризма. Темой разговора стало финансирование и поддержка самых веселых и находчивых региональным правительством. Напомню ранее, представители местной команды заявляли, что в этом году не будут выступать в высшей лиге из-за отсутствия денег. Так, в прошлом сезоне из пяти игр три ребята провели за собственные средства. Участие в последнем фестивале также оплачивали сами, играя в урезанном составе. Какая судьба ждет КВНщиков в 2016-м, смотрите далее. Начать хотелось бы с приятной новости. Дело в том, что уровень жизни в Саратове стал выше. Да, и все это благодаря тому, что наши власти ликвидировали многие ненужные объекты в городе. Закрыли. Центр планирования ухода из семьи. Это тот самый случай, когда в каждой шутке есть доля правды. Свой уход из большой семьи веселых и находчивых саратовские КВНщики связывают с отсутствием денег. Понадеялись на профильное министерство. А там заявили, уход с большой сцены произошел совсем не по их вине. У нас вот несколько другая информация от руководства. Они сказали, что команда несколько не соответствующая с тому формату. И поэтому талант, может быть, чуть-чуть исчерпался. Команда, когда играет два года в высшей лиге, имеет некий кредит доверия, которым она в принципе в любой момент может воспользоваться. Скажите, Оксан Васильевич, мы в сезоне все исправим, все будет вообще в сезоне, будет хорошо. Есть кредит доверия, такое понятие. Мы просто даже не стали заводить никаких разговоров, потому что мы прекрасно понимали, что этот сезон мы точно пропустим. Мы просто элементарно ничего не успеем сделать, исходя из той ситуации, которая была на фестивале в Сочи. Ситуация в Сочи – это когда команде пришлось ехать на выступление за свой счет. Причем подобное, по словам КВНщиков, происходит не в первый раз. Чтобы побороться за Кубок мэра Москвы, ребятам пришлось залезть в долги, поэтому сметы были максимально урезаны. Например, может, как мы умещаемся в бюджет, например, Кубок мэра Москвы – 350 тысяч рублей, а при этом есть команды, которые могут себе позволить потратить на игру 3 миллиона. На самом деле сумма, которая не нужна была команде «Саратов», они просили 5-6 миллионов рублей на сезон. На команду КВН «Саратов», когда она начала выступать в высшей лиге, в правительственном области было в натуральных деньгах потрачено более 2 миллионов рублей, плюс еще оказано содействие с перелетами, с проживанием и с питанием. Подпитывать финансово команду КВН в прошлые годы удавалось с большим трудом. В основном деньги выделяли спонсоры, но финансовый кризис заставил предпринимателей затянуть пояса. Однако, как показывает опыт других регионов, главное – это желание областных чиновников. Но чаще всего практика выглядит таким образом, что кто-то из руководства области, каким-то образом воздействуя на бизнес-структуру этого региона, говорит о том, что вот есть ребята, им нужна поддержка и так далее. Серьезный разговор о юморе так и не привел к реальным решениям. Министерство лишь разводит руками, помогаем как можем, а болельщикам лишь остается пересматривать старые выступления команды КВН «Саратов» в интернете, а не ждать новых. На сцене была команда «Саратов», команда, которую интересно смотреть. И приятно слушать, спасибо. Денис Титаренко, Александр Бачков, «Саратов-24». Фермеров расчистят дорогу к прилавкам сетевых магазинов. Для этого федеральные парламентарии собираются внести в закон о торговле ряд поправок. В частности, уменьшить размер премии, которую аграрии платят магазинам с оборота продукции с 10% до 3%. Это позволит снизить издержки сельхозпроизводителей. Также предлагается снизить срок оплаты торговых сетей за поставленную продукцию в зависимости от срока годности. И это не единственные законодательные поправки, которые депутаты собираются рассмотреть в предстоящую весеннюю сессию. Ту задачу, которую ставит президент Владимир Владимирович Путин перед аграриями, а это обеспечение продовольственной, экологически чистой, качественной продукции, до 2020 года аграрии выполнят. А депутатский корпус и депутаты Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы будут и дальше принимать законопроекты, которые будут направлены на решение этой главной задачи. На законодательном уровне депутаты собираются урегулировать вопрос с льготным кредитованием сферы АПК, а также решить проблему сельхозземель, которые в данный момент выведены из сева оборота и не функционируют. Таких на территории страны порядка 40 миллионов гектаров. Сразу после рекламы мы вернемся к теме дня. И моя коллега Наталья Шевченко выяснит, помогут ли общественники вернуть безлимитный льготный проездной. Гость нашей студии Наталья Королькова покажет свой билет и расскажет о проблемах, которые связаны с приобретением отрывного талона, а также о том, как их решить. Я же на этом с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин